Хочу поделиться с вами мнением о духовности, то есть что такое духовность, что такое дух, что такое сознание. То есть многие люди, рождаясь, живут, плодят в детей, потом старятся, умирают, то есть они имеют определенные знания об этом мире, но все эти знания их ограничиваются определенным наукам, то есть программы, школьные программы, возможно, если кто-то вообще помнит из школьной программы какие-то вещи, кроме тех, которые практически необходимы, два плюс два. Но вот определенные программы, то есть человек знает, что купить, что съесть, что хорошо, что плохо, то есть практически у большинства людей интересы узкие, то есть связаны с семьей, с миром, с телевизором, в котором тоже огромный поток информации вместе с рекламой памперсов и других продуктов питания, то есть вот это является миром человека. Что касается духовности, все связывают понятие духовность с религией, то есть православие, христианство как таковое, вот духовный человек. Ну что же это такое Жить в Духе? То есть наше знание о самих себе находится в зачаточной стадии, находится как бы не вообще, то есть человек не имеет каких-то знаний о самом себе, о теле, о сознании, как оно действует. То есть получается, что мы рождаемся, не имеем ментальности, то есть не умеем думать, мы только видим окружающий мир, то есть мы пока его не рисуем, мы его не описываем. И вот когда мы начинаем расти, мы начинаем учиться, что вот дерево, папа, мама, мы начинаем идентифицировать, описывать объекты и в голове у нас начинают при виде объекта появляться мыслеформы, то есть начинаются мысли появляться. Когда человек вырастает, у него больший объем информации приходит к нему и он, эта информация начинает, как заезженная пластинка, крутится и вот человек живет в мире своей этой пластинки, то есть крутящихся внутри мыслей, то есть постоянных воспоминаний, не только мыслей, но и образов. То есть мы сейчас уже в мире компьютеров живем и знаем, что существует информация, а есть еще и видео, аудио информация, то есть также и у нас в голове. То есть есть обычная информация, которая состоит из мыслей, а есть информация образная и звуковая, то есть животные имеют информацию образную и звуковую, а мы, как люди, уже еще добавочно имеем информацию в чистом виде ментальную, то есть мысли, летающие мыслей. Казалось бы, это дает нам преимущество, но с другой стороны оказывается, что это еще не дает нам возможности видеть реально, то есть мы уже не можем просто смотреть на предмет и не думать ни о чем, то есть видеть его в чистом виде, то есть видеть. Вот когда, но если человек там старается каким-то образом вытишить свое сознание так медитативными практиками, молитвами, если в течение долгого времени и он имеет определенную цель, то он этого может добиться. То есть с помощью медитаций, долго с помощью молитв, периодически, не периодически, а все это нужно этим заниматься стабильно и целеустремленно. Это всегда дает свой результат. Вот. И когда умысел утихомиривается, так сказать, утешается, тогда мы попадаем в состояние то, что называется святость, то есть Святой Дух, чистое сознание. Когда в голове не крутится ни одна мысль и все ясно и цветная гамма, полная цветовая гамма, очень красиво. И что же происходит в момент общения такого человека с другими людьми. То есть когда у человека нет собственных, успокоенной собственной мысли, пластинка остановлена, но информация приходит. Мы являемся передатчиком и приемником информации. Наше тело или виртуальные какие-то приемники тоже, видимо, возможно создать. Все с аналогией с компьютеризацией. Мы создаем себе подобное сознание, искусственное сознание, пока еще на очень слабом уровне. И когда такой человек общается с другими людьми, то летящая информация, просто-напросто появляющиеся мысли в голове этого человека, они не его. Они мысли и эмоции тех особ, с которыми они общаются. Получается, что тогда человек начинает уметь читать чужие, как называется, уметь читать чужие мысли. То есть это никакое не читание. Это просто утешение своего собственного сознания. А все, что появляется в твоем сознании, это является мыслями другого объекта. Потому что у тебя своих мыслей нет. Зачастую бывает так, что у любого человека возникают приобщения мысли другого человека. Но так как человек не понимает, не имеет практики духовного, что такое дух. Дух это то, что невидимое. То есть в древнем мире люди называли дух, чтобы обозначить то, что невидимое, часть человеческая, назвали ее духом. Потому что это было понятно. Называют, надывают бычий пузырь, надули шарик. Говорят, что там внутри? Он говорит, ничего нет. Как ничего нет? Там есть дух. Что-то значит там есть. Так и это понятие прижилось в нас, как дух и духовная жизнь. То есть духовная, невидимая для глаза жизнь. То есть мысли, эмоции. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать. Играет музыка. Играет музыка.